Субтитры сделал DimaTorzok Ебогу, тварей не осталось, я уничтожу всех тварей, как бы, винные дела решены, все, не плачь, пожалуйста, ну успокойся, ну ты че, ну пупсик, ты нормально? А, тебе может жарко, за живот держится, слушай, я всех убил, правда, там никого не осталось, можете работать, денежки зарабатывать, семью кормить, правда, только не плакай, ну, ладно, я не буду сентиментальным Геральтом, тут как-то неправильно, ситуация такая, что, блин, тут такие классные доп-куэсты, что нет просто слов, я вообще не понимаю, как они это делают, то есть, ну че это за бред? Здесь слишком охеренный доп-куэст, они все как, не знаю, как отдельный сюжет из пяти веток там линий и прочей херни, с нереальными какими-то подысториями, предысториями, поворотами, все это настолько круто, что до сих пор я еще в плане основного сюжета дополнения этого, в самом начале, я еще даже не встретился с этим, собственно говоря, с одним из тварей здешнего мира для того, чтобы раздобыть зелье, для того, чтобы сделать отвар, чтобы узнать, где находится Дедлов, То есть, вообще, до сих пор, я даже не знаю, где находится вампир этот, по сути, то есть, мы в самом начале, зато я уже выполнил херовую тучу доп-квестов, то есть, ну, это просто жесть Ладно, сейчас завершим дела по поводу винодельни этой, отдадим ее, собственно говоря, парню, которому помогали, и после чего, наверное, займемся все-таки сюжетом основным, потому что, ну, трындец, то есть, ну, нельзя же так долго, как бы, терпеть Так, давай, дружище, во-первых, бабосы Сидит, жрет такой довольный собака, там какая-то рыба, мясо Твоя винодельная может работать нормально Я разобрался с проблемами Бельгарда, можешь заниматься вином Превосходно! В таком случае, данной мне властью, объявляю вас владетелем Бельгарда Надеюсь, вы станете ему рачительным хозяином Спасибо Спасибо Ты все время прикрываешь мне задницу С тех пор, как ты появился, счастье на моей стороне Кстати, я нашел в подвале сундук с записками отца Он оставил кучу записей про виноград, который хорошо принимается в этом климате Теперь, когда винодельня может работать как следует, я первый раз за много лет чувствую, что я на верном пути Это тебе Спасибо, удачи Так, получили свои тысячи крон Да, я сейчас, ребят, поднимаю очень сильные цены за квесты При всем уважении к людям У меня сейчас есть проблемы со шмотом Как проблемы? Скорее, наоборот, не проблемы Я нашел все свитки Хочу собрать себе медведя до конца Но проблема в том, что для того, чтобы сделать гроссмейстерский шмот, нужно просто хера отучить денег То есть, как минимум, на само создание, собственно, доспеха уходит 4 плюс тысяч флоренций И это очень много То есть, это без ингредиентов А ингредиенты там очень редкие То есть, их найти сверх тяжело Я не знаю, столько уже руд по нас собирал здесь, что... И этого все равно еще не хватает То есть, вообще полная жесть Так, все, ребят, квест с вином завершили Вот, логово Вихта Да, от нас 700 метров Сейчас надо с этим делом наконец-таки завершать Я думаю, сейчас немножко помедитируем Потому что без... А, нет, у нас ласточка есть Кошки нету Блин, кошка тоже нужная вещь Наверное, часик все-таки помедитируем Мало ли что, как бы, нас застанут врасплох Слушайте, там уже вечер, да, то есть 17 часов Ну, ладно Тут вроде бы теплые края, поэтому 5 часов вечера Типа, в смысле, это еще нормально Так, где моя девочка? Девочка моя Слушай, ну вот я, конечно, пони... Ох, ёб твою мать Моя лошадь задавила я Вот, вот, вот бабы, как бы, они всегда, понимаете Они всегда одинаковые, даже вот в средневековье Чтоб их так, типа, ну, к работе тянуло, как к рюмкам и танцам Идет, короче, такая бабень У нее, как бы, нет лифчика, потому что он, как бы, крестьянник, какой лифчик У нее сисандры на распашку, то есть, видели? У нее рубашка просто была раскрыта, как бы, сиськи видно, короче И она говорит, ну, как бы, вот, просто логически, да, то есть Как бы, ну, нахера мужикам работать, когда они на поле видят такие сисандры То есть, стоит баба раком Собирает там всякие семечки, у нее висят сиськи Как бы, какая к черту работа? Там не согнешься! У тебя стояк, он тебе упирается в пупок, как бы, ну, мужик не может работать, понимаете? То есть, ну, это крайне тяжело То есть, я не понимаю, что за претензия это со стороны девушек То есть, как бы, она сама виновата И потому что, говорю, что, типа, мужики такие нехорошие Так, ближайший переход находится у нас вот здесь Так, вот здесь находится Взэстенное кладбище Я просто не хочу ехать до вихта пешком А-а-а! А туда никак не добраться, да? То есть, слушайте, етить коня за ногу Придется ехать на этой, на лошадке, пешим ходом То есть, туда не добраться никак Я тут еще часть карты не открыл На самом деле, блин, вот бесит, что до сих пор не нашел карту этого места То есть, если кто не в курсе, то в Ведьмаке есть такая вещь У некоторых торговцев продаются карты быстрых переходов При прочтении которых открываются все быстрые переходы на локации То есть, ну, либо какая-то часть из них И вот до сих пор я не смог найти ее То есть, если бы она была, было бы, конечно, намного проще А так, пока что, вот, приходится бегать Так, здесь какая-то у нас, не знаю, деревня лесорубов О, тихо-тихо-тихо, там был мост Мой косяк, я не увидел Да, здесь какая-то деревня лесорубов То есть, прямо, видите, все аккуратненько сложено Ребята работают, красавцы, ёпу-мать Че сказать тут Олени, природа, блин, круто пока что Не, вообще, мне очень нравится Тусэн Не так сильно, как Секеллиги Для меня все-таки основная локация любимосты Секеллиги Потому что я люблю мрачность горы, викингов, прочую херню Но Секеллиги тоже очень хорош Ой, Секеллиги, господи боже мой Но Тусэн тоже очень хорош Там, кстати, есть вон заточка этих шматов, но Блин, эта деревня, вот эта вот, вот эта вот самая деревня Очень почему-то похожа на Шир из Властелин колец Место, где питали хобби Ты не знаю почему Это озерцо, вот этот мостик Такие домики Я не знаю почему Возможно, я просто брежу Пост, пост этого охранника ночного В таком домике хердко откроешься Ух ты, какие лошадочки Лошадочки Так, ну мы почти доехали, на самом деле Думал, что будет гораздо дольше Я вижу уже какой-то замок перед собой Или пред собой Или, ну короче, впереди Охрана, здравствуйте На самом деле, такая стремотная работа Вот эти вот парни Которые в одну рыло То есть, когда Ёп твою мать Это чё за херни Здравствуйте А вы кто? Ёп Туманник? Три штуки? Что? Ничего себе Ох, нам сейчас говна Закинут в лицо, ребят Я прям чувствую Боже Тихо, 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 тихо Ребят, ребят, ребят А любите огонь, нет? Ой, у меня слетел Подожди, подожди, братан, братан Без КН я драться не буду Тихо Тихо, тихо, тихо Хотя у меня аж этот Я, короче, хотел сказать, что у меня сейчас шмот Медведя, он непробиваемый Как мне с одной руки на пол хп кинули Сука Пожалуйста, пощады, блять, ребят Ну вы че, блять Мы же с вами одной крови Едите, ну хотя бы один Сдохни, пожалуйста, ну давай, давай, давай Доруби его Ёптво, у нас проблемы, у нас прям жесткие проблемы Три туманника это прям Здрасте, как жизнь, как сами Тихо, 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 тихо мой хороший успокойся спокойствие дружище сука ты галимая блять ой бляха муха так меня в принципе full энергия адреналин точнее не должны помереть не все такие вот ребята 1 1 каркас не тащит ох ёб твою мать ему руку отпилил она ему была ни к чему на самом деле то и зачем 2000 крит вылетел вот это пацану не фартануло чтобы делом ах ты сук давай давай огурцы живем живем огурцы это прям было потно ребят ёб твою мать ну и рожи у них пожалуйста мне что-то страшно зуб туманника слушать я в оригинале ведь и туманников ненавидел просто до жути особенно того большого который был по квесту то есть лидера этих туманников и вот так вот три штуки в одном месте это прям что-то я не знаю то есть неадекватные пацаны низи скорее всего почти все поджали разграбили своих чертям людей побивали какая-то шкатулка ложка из чистого золота ёб твою мать так демилитовая руда о вот это 400 хорошо это хороший лучок что-то записывать прочтем я потерял ее у него сокровище кто-то украл мою ложку это должно быть то самое физическое существо из леса караберты служанки говорили что в этом месте уже давно пропадает ложки раз уж это существо корректистового прибора по всему баклеру и его до сих пор не поймала наша доблестная гвардия значит это существо разумное а на того у кого есть разум могу воздействовать аргументы в особенность аргументы финансовые так что попросил ювелира матемберга изготовить мне ложку из чистого золота отправляясь в лес караберты что на чудовище предложить ему сделать опа где-то внутри леса есть собственно место где обитает скорее всего главарь туманников то есть большой большой туманник которых я не вижу до чертей мрази грёбаные исчезают в никуда и начнет бить людей что не очень хорошо и собственно у него находится какая-то ложка куда более важно чем то что мы сейчас нашли то есть это было просто золотая ложка как бы никому не нужны а кстати у ночевка труп есть надо пойти посмотреть а здесь какие-то твари обитают здравствуйте забрал а что волки сидела некрасиво так ждем огурцы ждем огурцы и хиляемся нормально все в принципе справились я вот прочитим это поднял ребят один щиток не тащит нихера то есть видите на самом деле предыдущие удары которые наносили не просто ну как бы ну не заходили скорее всего как-то по касательной что лишь ли то есть предыдущем бою я пламом как бы мало урона получал думал что все мой щиток просто нереально крутой можно не потеть но вот туманники доказали что один удар и пол хп вот вам уровень сложите на смерть ребят то есть чуть-чуть зевнул обосрался то есть вообще без вариантов поэтому сейчас думаю будет очень плохо очень плохо у нас все вот здесь с этим парнем надеюсь он будет нам доброжелателем потому что это вроде как тварь а чё так все потемнело мне страшно стало я слезу раз лошади сейчас жри теперь сыр жри все что есть сладкие булочки все что угодно для дурной злы так стоп стоп твою мать но вот охранники виде какой-то бегающей херни собачьи мне нравится и ненавижу призраков но вы мечты для по мне плохо их выжигает просто неплохо отлично почему все стало так мрачно мне то есть как бы был вот там солнце а почему здесь так всю жопу что-то что-то я не понимаю какие-то трупы висят знаки там вроде как бы парень обитает он как бы и чудовище но как бы разумное чудовище поэтому надеюсь на бы его разум что вы с ним просто договоримся как бы хватит его слюны насколько понял поэтому и не хочу убивать его то есть просто не хочу так малый синий мутаген гераль носит 2000 урона это я видел так блин здесь вообще что-то стрёмно ребят так стоп где мы факел как будто не знаю попал в сказку братьев грим и все вообще плохо прям вот плохо а стоп я сюда собственно пришел точно это же эти твари они крадут ложки и она разумная да 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 ребят это кажется ложки выступил вот какое-то сообщение если бы хотели мне что-то сказать здесь везде висят ложки сообщение ну не знаю как может сообщение такой твари типа вали отсюда не подходи наше место на же дом что может быть выстукать ложками полейки можно проводить и внутрь этого дома а закрыта хер нарыла это в принципе нормально так здесь вроде бы больше нету ходим с чутьем как эти но просто вот куда делать солнце подождите ли настал таки вечер чё там по времени уже 1903 а ну ясно же вечерочек добрейшего щерочек что мы сделаем этому парню надеюсь без драк вот правда я не хочу его трогать так ложки большие маленькие различные не сядет никто с тобой за стол нет ложки которые тебя накормят никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало проклятие судя по всему похоже кто-то на этом помешался ридис упоминал что здесь может быть какое-то проклятие надо бы осмотреться проклятие наведенное на чудовище на чудище я конечно понимаю но давайте осмотримся вокруг дома для начала так что такое испачканное письмо марлен доченька мальбима ты даже не представляешь какую большинство отец который пишет эти слова отец который должен покинуть собственно покинуть собственное дитя перестает быть отцом а сердце никогда не узнает покоя подобно иным нашим домочадцам и должны покинуть наше хозяйство все шло к этому с тех пор как проклятие сняло тебя у нас оставил взамен неразумное кровожадное существо мы отряемся на север в ковер если когда-нибудь ты прощешь то письмо а это будет свидетельством того что я к тебе вернулся человеческий облик то там нас и ищи я же со своей стороны могу тебе обещать что каждый год буду посылать на ручно на ручного заданием узнать что с тобой жива ли ты в каком-то состоянии вера то что это когда-нибудь снова станешь моей любимой марлены дает мне силы жить дальше быть может и проклятие не длится вечно быть может найдется кто-то кто снимет тебя смерти это бремя так ясно я не буду убивать эту тварь сто процентов ребят я понял так слава богу шли то письмо просто я бывают включаю модификацию под названием руби все в говно но в данном случае я думаю что все будет нормально там порча какая-то мразота типа ведьмы не знаю как твари сука задолбали те ведьмы сраны владычицы леса которые наводятся ки порчи чтобы у них сука ноги отсохли руки тоже там была какая-то девочка не знаю за что она так применилась но скорее всего превратили в грёбаного скелетоса который управляет другими скелетосами что не очень хорошо придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны вихта ага вот ложечка помешался на ложках это же не ведь это девочка но геральта не тупи но ты же только что прочел братан я поняла что ты седой старый но обычная ложка это же девочка так стоп не видно ни хера где моя любимая вот да ты ж моя умничка обожаю просто кошку на самом деле так раньше не собственно не пользоваться этой вещи как-то забивал хрен на нее а а стоп еще ложечка ложечка сделана с удивительным мастерством должно быть ее стащили с богатого стола так а там у нас что блин я бы так вещь не открывал просто я помню как я открыл такую херню туда домовой вылез я чуть не обосрался поэтому испачкан дневник так вот вот все разгадки уже несколько дней чувствую странное головокружение никогда не раньше не испытывала ничего подобного если так дальше пойдет то хотя не переношу враж ворожбы и вороже придется идти к какой-нибудь сынахарке головокружение отступает хуже всего что к нему добавилась боль она настолько сильно что я едва вижу я была у травницы старая отрядная бабка приходилось ко мне и будто не знаю кого видела по крайней мере как какое-то пугало дал мне съесть какой-то гадости который надо пить два раза в день пока что не помогает сегодня как всегда я посмотрела в зеркало и анимела обычно я проверяю не появилось ли морщинок нет ли теней под глазами и сегодня а сегодня морщин я и правда не заметила что уж лучше бы морщины на груди меня выросли волосы они отвратительные наверняка это из-за тех прорядых трав бать-то маяшна ох ты ёбки хочу считать ребят я была у травницы чтобы поглотить ее но нашла только пустую с хату а она должна быть наперёд знала что со мной станет и бежала оттуда как со всех ног моя семья начинает что-то подозревать хотя я старательно выстригаю волосы которые у меня растут все быстрее я долго гнала от себя эту мысль но больше не могу быть может это не травы довели меня до такой состоянии а проклятие попрошайки которого никогда не которого я никогда прогнала я должна это выяснить хочу знания человека который найдет травницу не могу думать на трудно писать одна из одна семи нет есть хочу плохая ложка в пустые ложки никого нет есть больно зеркало она описала как медленно превращается в чудо это просто же это жесть это это чё за гнида какой-то то есть я не думаю что это подвластно обычный человек какой-то ублюдок типа чародея не знакомь мага знахаря алхимика а скорее все просто ездил по миру и типа решил заехать к ним сюда для того чтобы попроситься типа но в ночлег или покушать и она типа его послала ну как бы ребят это нормально для богатых людей как бы тут нечем зазнаваться то есть как ты богат и ты нищих шлёшь нахер это это норма из-за это он ее проклял типа что вот раз ты не пустила меня за стол чтобы поесть то ты будешь никогда не с не сидишь ни с кем за стол и она превратилась собственно этого бихта но это жопа на самом деле сука я найду этого рода я ему просто башку расхерачу ну да как бы ты жил богатый свет и красавица которые все хотят и тут как бы ты просыпаешься у тебя на сиськах волосы зашибись да просто ништяк вообще просто от души не так это просто жопу вот это вот это ложки которые тебя накормят тот кто здесь живет понял это дословно и кажется ищет подходящую ложку да суть ведь не в этом суть ведь не в ложке а в том что типа из-за твоего внешнего вида не найдешь того кто с тобой поест хотя подождите чтобы снять проклятие нужно будет с ней сесть и поесть я готов это сделать ложка ключ мастерские сделано ленточка с описанием настоящий коллекционер этот вид так записка на ложке настоящим удовлетворяется что принят аукционная старинная ложка ключ издоровлены в мастерской кристофсона и сыновья в две в 1210 году принадлежит смигулы серкисов владельцев фазанарей ни хера себе ни хрена себе я готов с ней покушать то есть я то знаю что она красивая девушка это как сказка не знаю блин про церевну лягушку не сядет никто с тобой за стол нет ложки которые тебя на я понял я понял я понял все я порешаю с нечете проблем так кончилась опять-то кошка подождите кошка ложка тавтология ребят какая-то жесть здесь ёб твою мать что творится все не очень хорошо на вид скелеты она людей притаскивала чтобы поесть ними они не хотели жрать уроды я я готов сесть это все порешаем дружище все сделаем а следов от зубов или когтей нет он не хотел жрать она удушила ты чё падла жри сука правая рука отгрызена выбиты все зубы перед смертью вы пытались кормить на кормить насильно прикиньте да свернута шея голова проломлена сбоку они хотели жрать то есть ну просто надо было прийти и с чистым сердцем поесть но хотя да они же как бы не ведьмаке не они боятся всех этих тварей это мы как бы такие лютые ребята нам нас на все насрать я я с ним поем я с ним поем сто процентов так изгнившее письмо прочитать ёб твою мать дорогой господин а левасье я знаю что много лет вы промышляете выслеживание людей приступивших закон не для вас несколько нетипичный заказ наверняка вы думали зачем же я вас зачем я привлекала вас сюда и почему вы не можете встретиться лично так вот моей нынешней ситуации любая встреча весьма рискованно не для меня скорее для того кто с нами встретиться впрочем не важно дело в том что мы теперь в состоянии вину на проклятие или же на что я надеюсь поэтому к вам обращаюсь некая травница которая какое-то время назад давала мне лекарства проблема в том что вскоре после моей моего к ней визита она пропала бесследно я бы очень хотела выяснить природу моего недуга и поэтому нанимаю вас и прошу чтобы вы нашли женщину которая еще недавно промышляла сбором трав в этих местах когда вы ее встретите прошу вас вытянуть из нее всевозможные сведения относительно ее низости получите в нее противоядие вы не пожалеете поскольку я состоятельно особо и не буду скупа на награду если же окажется что бедствие моей несязанной ставницы прошу тогда и отпустить ибо это означает что я во власти страшного проклятия от которого разве что какие-нибудь божества могли бы меня освободить и некоторые на и которые наложили меня на меня один нищий пришедший однажды вечером когда устраивал прием для друзей если вам в свою очередь удалось найти этого паршивца я заплатила бы двойную цену к сожалению из особых предмет которые могли бы вас на него навести я помню лишь то что он утверждал будто продает зеркала продает зеркала ёптвою мать понимаю что это немного но все-таки лучше чем ничего верю в наши необычные способности и желаю вам успеха марлен да да сука ты гнилая вот падаль слушайте я прям блин вот как бы в сказке не веришь но ведьмаке настолько все реалистично это сделано господи гюнт родим я не знаю я боже если бы он не был демоном который невозможно убить я бы не знаю я бы вот все как бы дал чтобы с ним сразиться потому что как же он творит то херово людям господи его контракт это смертная казнь просто пришел получается девушки алгоритм прост у тебя два варианта если ты мне поможешь как бы и пустишь меня за стол и мы с тобой похаваем у тебя в жизни все будет охеренно и в ажуре ты будешь просто купаться в золоте я сделаю все это и желание но если ты мне откажешь ты в такую жопу попадешь в какую просто ну невозможно попасть в обычной ситуации это просто жесть гюнт родим ну блять ну вот просто без деревянные ложки кто-то нацарапал женское имя у меня просто нет слов ребят у меня просто нет слов потому что гюнт родим нас сам не по рейс и тут уже на знаю не знаю на третью вообще как бы сама начала видимо к 3 потом был длс в каменной цвета теперь он здесь и но это просто жесть ложка как ложка ничего необычного мне даже сказать чтобы то нечего потому что ну кстати а мы здесь весь дом обошли ничего не нашли вот чем прикол а вот вот какой-то спуск сорян не увидел но это жесть не знаю меня прям все меня начали ребят колбасить по жесткому потому что я еще с прошлого дилс не отошел от гюнтера дима потому что ну он людей убивает очень книгер то есть ему чувак просто в баре поперечил то есть перебил его он остановил время и взял деревянную ложку засунул в глаз и чувак умер от того что ему ложкой мозг проткнули как бы не знаю он настолько вообще настолько похер на людей потому что он один из старших демонов этого мира то есть ему вообще похеру кто здесь кто я не знаю так золотая ложка золотая ложка меня прям с колбасит по жесткому потому что но я не знаю вот чё сказать данном случае просто нечего сказать ребят какой же он все-таки блин вот такая безграничная власть и в злой натуре приводит просто не знак адово жестким последствиям потому что но вот он творит то что он хочет творить и ему похеру на все то есть как бы и вот ты ничего с ним не сделаешь это гюнтера зим а гучите за лестнице мы по-моему с друга подымались а нет подымались это я понял мой косяк так надо выпить еще окошки блин ну я все как бы я расстроен я не все трясет нехорошо потому что у меня есть честность достал парень причем очень сильно вот и котел который мне так и нужен не слишком чистоплотен так второй этаж у нас здесь что у нас здесь вихт который тут живет кажется готовит пир похоже над здешним вихтом действительно висит проклятие и он пытается его снять сейчас снимем все с ней не переживай так это что у нас взять зеленый мутаген забрать сейчас все сделаем не переживай я я отсюда просто не ду пока не смеет проклятие потому что это проклятие сделано настолько тупо этим ублюдком который я просто ненавижу до чертей урод моральный ох я буду мстить ему просто я буду ему мстить так здесь что-то есть сожалению котел пусто риге сумму женат вар значит не будет ему отвара остается только за границы и подождать сленых желез и хозяина так подожди подожди в жопу затаиться потому что там еще было место куда можно пройти чутка подальше поэтому я думаю есть смысл сейчас просто пройти чутка дальше потому что ну это весьма кто нельзя на одном месте становятся на чуть не пропустишь потом будешь неделю плакать от того что это просрал а здесь какие-то лютые пещеры на самом деле а подождать вихта мы сможем всегда блин это больше похоже на систему оповещения как у ганзы в метро то есть там это консервные банки вот так вот собственно колотились сломудрости а чудовищах проклятых и просто помешался на настоящий коллекционер обычная ложка здесь не знаю какой то погреб и столько корней что я просто шок на самом деле то есть сверху сверху просто перво тучи деревьев скорее всего просто висит так вас пройдем сейчас вниз посмотрим просто посмотрите здесь весь пол из ложек то есть насколько ну блин во первых наверно какая-то недалекая дама во вторых то есть до нее не могло дойти что проклятие как бы не в этом суть хотя можно просто помешалось то есть возможно паника все это как-то на мозг дало и понеслась так а здесь выход все я понял все я ребят зря пошел дальше но проверить нужно было в любом случае потому что это ведьмак здесь по-другому никак помешался на луке если здесь не проверять такие вещи то можно пропустить интересное ладно пошли ждать его я блин я постараюсь эту проблему решить как-то не знаю мирным путем я не хочу эту девушку трогать потому что потому что это гюнтура дима потому что она не миновато это вот прям вот ну все как бы пусток я увидел его фамилию как бы я понял что она очень причастна он просто играючи распоряжаться женского и женскими господи людскими судьбами поэтому так зашла нет это мы или она не ясно темно а это мы все хорошо я спокоен тихо чуть много позже хорошо 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 давай 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 так зашло да на самом деле нам она очень даже симпатичная посреди к попа длинные руки ну да волосы конечно волосы много волос но бы разные генетики бывает так она что вылила туда блин большая кэш зараза так голос приятный коленный сустав просто по пизде поехал посреди нам просто раздроблено все как бы до кости видно как это херан торчит ложки на ногах жопа просто конечно второе какой атаковать не они не не нужно снять проклятие любом случае я не буду эту девушку бить это девушка это девочка и нельзя бить бить чудовище конечно блин блин ну да 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 она она нам она мало того что волосы то на себя вся ложками весила больная боже довольны что сварила так и тут я появляюсь тихо 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 зла хочу помочь успокойся нормально я видел слова проклятие на стене я мог бы его снять глаза такие просто лазурно лазурные большие лазурные глаза да поставь стулочку садишь посидим я трахался с суккубами я не знаю с конями гераль чего только не делал понимаешь единороги нормально сейчас покушаем я все окей не проблема не проблема ты притаскивал людей чтобы они сели с тобой за стол так я составлю тебе компанию по своей воде садись покушаем дорогая с вещи все для тебя сегодня твой день а тебе а это стук она даже стулочку не подал видите какая вежливая дама спасибо тебе моя родная ну ты какая хорошая ноготкики у меня видели ноготкики а это для ремиса теперь займемся тобой она прям радуется посмотрите слушайте я прям сейчас заплачу так будем есть ложками будем есть без ложек поменяемся ложками блин будем есть ложками что там же было что-то про ложки давай-ка без ложки а она не может не пойдет ты искал ложку которую тебя накормят но у нас ее нет значит придется есть без ложек блин а подождите может суть в том что я должен накормить ее нет ложки которая накормит открой глаза взгляни на свое отражение открой глаза взгляни на свое отражение вот это мне колбасе это же что там она сварила то я чуть не понимаю ох ёпт жора блять а все прошло кажется по дереву но это так как я ожидал посмотрим что там с видом ёпт твою мать его будет не трудно у меня харя была такая белая прям вены поползли я чуть не обосрался думал все склеил асты помог бабе нормально поели суп походу я не знаю доширак какой-то просроченный что он там готовил я не понимаю кишки кабана или что там было просто вот что мы сожрали интоксикация уже наполовину просто от одного херни я не знаю зачем мы там поели он что-то жуткое просто так надеюсь она выздоровела блин я сначала подумал что нет ложки которую она кормит в смысле суть в том что типа она не может сама поесть с помощью ложки но скажем так ее нужно накормить ложки то есть хотя блин это конечно опасно она может руку по локоть откусить да но так блин куда ж ты убежала стоп ну куда ты ну какой дремучий лес ну ночь на дворе ну ёпт твою мать там собак просто на здравствуйте здравствуйте охранники этого мира я понимаю что защищаешь дом от настоящих волков и не причиняешь вреда своей хозяйке но ну ёпт твою мать ну я же хотел помочь вот это что блять сколько их здесь дохера то у нас прям проблема я помню это прям знаете ребят это отсылка прям к первому ведьмаку первый первый лютый важный квест на севере на севере который выполняли было то что деревню атакуют какие то лютые баргесты то есть зеленые у них есть вожак их нужно было убить это прям незабываемо будет вот не знаю люди которые играли тебя вспомнят но в этой игре я баргесты ненавижу просто просто ненавижу вас все все я даже не буду спускать играть так и где где пыль ой где запах запах вижу вот он вот он вот он вот он ну куда ты убежала ну 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 блин ну вот сейчас превратится в бабу голову где-нибудь посреди леса а там лесорубы какие-нибудь это нормально тихо тихо спокойно я не причиню тебе вреда так да я чувствую уже очень много лет прошло а 100 моменток она была обычно девочка красавицы то есть она уже старушка я заберу тебя в безопасное место корва бьянка я забрал вы к себе жесть ну в принципе неплохо я делаю на руки и принес сюда для нее это единственное подходящее место и правильно сделали здесь она быстро придет в себя не извольте беспокоиться я обо всем позабочусь здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги ухаживать за ней будет непросто когда я ее нашел она ничего не ела уже лет сто ужасно что же с ней произошло ее брюкли я и она сказала мне свою историю ее зовут марлена некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья трастамара однажды вечером она устроила прием для друзей а какой-то попрошайка пришел к воротам с миской и ложкой Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушел голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она прогнала попрошайку и сказала, что скорее бросит объекты со стола собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнес проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры, он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрек, что во всем мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит ее голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Ну да, так, Днюшка, запотели, запотели им капельку. Проклятие очень коварное, порой парадоксальное. Главное понять, в чем хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в Вихта, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но все без толку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на свое отражение. Как? Только и всего? До самых простых решений порой труднее всего додуматься. Если ты Вихт, тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Это верно. Но главное, что все уже позади. Блин, Натуря, она настолько старушечка бедная. Батей, наверное, уже нету с семьей, там, скорее всего, уже они померли все. Бывай, бывай. Спасибо. Я бы хотел с ней немножко поговорить. Так, у нас левел ап. А где она, подождите? Стоп, где-где-где-где-где-где дамочка? А, вот она сидит. Марлен. Хочу просто с ней поболтать. Ясно. Ей не до разговоров, она, походу, будет восстанавливаться. Она вся высохла, я не знаю, что она там жрала. Она, скорее всего, жрала людей, бедки, но... Явно питалась не тем, чем нужно. Да, короче, жесть полнейшая. Так, я думаю, сейчас, ребят, немножко отдохнем. Немножко отдохнем, на кроватке на своей поспим. И после чего отправимся к Регису, потому что у нас... Так, нет, стойка у нас с херстом, с стоечкой. Ничего не хочу пока что укладывать. Так, у нас, в принципе, все сейчас окей. Повесить картину. А, у нас же есть щиты наши, точно! Опа! Можно некоторые места в хате наши обустроить. Блин, я что-то как-то не задумывался об этом. А сюда второй щит можно повесить? Блин, а есть аук... Слушайте, а есть аукционы? Надо бы сходить на аукцион, купить с натурой какую-нибудь красивую картину. Ей-богу! У нас полностью уже обустроено наше поместье. То есть я уже полностью все купил, все улучшения. Теперь осталось только здесь купить обвесы различные. На вкладке, стойке и так далее. Короче, сейчас подспим, ребят, отправимся к Регису. Потому что мы нашли, собственно, слюнного вихта. И теперь... Мы можем знать, где Дедлов. Как-то так. Пока все, в принципе, развивается так, как должно развиваться в Ведьмаке. Прекрасно, интересно и сюжет просто суперский. Так, ребята, что ж, мы вернулись на кладбище. Собственно, уже дененчик. Здесь, кстати, ребят, я вот и не знал. Видите, мы поспали на нашей кроватке королевской. И у нас появилась куча бонусов. То есть плюс хпшка, плюс энергия у лошадки. И плюс восстановление здоровья. И плюс один слот для бомб. То есть там, короче, еще какие-то бонусы на время дается, если ты поспишь не в медитации, сидя за корючкой на песочке или на земле под открытым небом. Если ты поспишь как человек на королевской кровати, как хозяин-барин, то, видите, еще какие-то бонусы есть. Так, ну что ж, давай сейчас, ребят, собственно, и узнавать, что у нас там с Дедловом. Потому что мы-то свое дело принесли. Надеюсь, Регис там разобрался. Вроде бы Регис очень старый вампир, поэтому должен шарить в свитках всяких различных прошлой эпохи. Так, дружище. А где он, ёпта-мать? Чё, я чё-то пропустил или чё там? Чё-то значок показывается наверху. А, всё, вот он наверху стоит. Вижу. Тут у него прям усыпальница алхимии. А остальное где? Я сжёг всё, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашёл последний инведиент. Ты следишь за мной? На самом деле, такой вопросик... Ну, пока что, пока что. Сомнений по поводу Региса, как бы нашего товарища, нету. Но он вампир, и... Для него Дэтлов человек, который его спас. В какой-то момент он может нам поднасрать, то есть... Ну, как-то так, грубо говоря, да, если сказать, то есть... Блин, ну, короче, есть такой вопрос, поэтому надо сейчас с него поспрашивать, просто. Стражей. Если бы что-то пошло не так, я бы быстро пришёл к тебе на помощь. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго ещё готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть однословность. Приготовление микстуры требует крови. Причём тонеры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что всё не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но... Опасаюсь, что таковых нет. Не понял, что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придётся ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. О, сейчас он превратится в вампиришку. И это будет неприятно. Я прям их не люблю. Это будет опасно. Ну, это опасно. Я просто видел парочку вампиров, когда они превращаются в эту херню. Такой ворона с кожей вместо перья. Да, 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 да. Не, ну опасно, опасно. Ладно, давай. Ладно. Так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиром. Тесха мутна. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну. А ты тем временем приманешь чудовище. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довёл меня до безумия. Чуть-то какой-то странный план. Они просто... Почему я не могу просто резнуть его, как бы, взять им, как бы, и с топора в коленку въёбнуть, и он, как бы, разозлиться тоже станет... Да, что такое, Тесха мутна? Место казни. Давно, когда мы были здесь ещё относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагма. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выстрелить. Они всё равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне, это сравнение комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесха мутна возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дольвинито и метеоритной стали. Хагма расхватили и заперли в клетке. Он сидел там больше двухсот лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Но ей же как бы хера вот пуча лет, она возможно может сломаться. Блин, как это всё пахнет подвохом. То, что клетка сломается, она ржавая, старая. Этот парень как бы просто снесёт мне всё лицо к чертям собачьим. Мы не сможем с ним больше дружить. Ааа, ладно. Ладно. Чувствовать не стоит. Веди в этот твой Тесхом мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в сто раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твоё возмущение мне льстит, но прошу тебя успокойся. У меня не было выбора. Какой-то у него... Ладно, отправляемся. Я готов, заряжен. Надо было всё-таки сначала прокачать себе всю броню. Ну, до конца, к гроссмейстерской. Иначе сейчас все чувства нам сломают правое бедро, колено, ухо. Всё будет очень плохо. Ничего, такая крепость. Вот чисто для того, чтобы всяких вампиров душить. А клеточка, так где? Я просто хочу на неё посмотреть, как бы, что там за клетка такая, которая сможет удержать вампира. Просто, как бы, они в, как скажем так, в зигиренном состоянии, очень сильные ребята такие. Ну, вкратце. Священный залп для приток и казни находится под землей. Ну, давай, давай, давай. Веди. Блин, меч мне, конечно, залтистый. Это крутое просто. У меня такая херная рукоять. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Ну, что бы такое. О, я весьма польщён. Это большая честь показать что-то новое такому пределе, как ты. Я открою. Ясно, эта штука ещё и может закрыться. Монолитный бетон на кирпичной стеной, и мы обратно херведем, потому что мы так не умеем руками махать красиво. Старинный способ защиты от непрошенных костей. Только на кровь выше вампира. Зашибись. Просто я прям настолько рад, насколько это вообще возможно. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Тусанд был для вампиров важным местом. Так, надо поджечь сейчас все просто факелки, которые здесь можно поджечь, потому что что-то мне как-то, ребят, не по себе. Ей-богу, не знаю почему. Разведение людей? Это серьёзно? Автор провёл много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил. С точки зрения морали, сочинение сомнительное. Это весьма подробное. Это плохое место здесь, в воздухе смерть. Очень многие простили здесь. Какие-то какие-то красные шмотки. Тихо, тихо, тихо. У меня перегруз пошёл. Подожди, подожди, я не могу драться. У меня какой-то перегруз пошёл. У тебя там какие-то красные шмотки были. Чё я подобрал-то? Стальной меч из Тесхамутна. Реликт. Убийство противника восстанавливает очки жизни на число, равное 1% от максимального уровня очкового здоровья. Вампирский мечик. Шанс крита, шанс скоротечения, шанс оглушения. Дополнительный крит при ударе, прибытие доспеха. Блин, а он сильнее моего нынешнего меча. Меч Геральта из Риви. Стальное оружие. А здесь у нас что? Мастерский серебряный меч Школы Медведя. Мастерский, но пока что не игросместерский. Так, надо какие-то вещи всё-таки поукидывать. Какие-то, наверное, беспонтовые вещи, которые ни черта не стоят, но что-то весят. Поэтому их сейчас просто мы скинем к чертям собачьим, потому что ну нехер. Так, это тоже нафиг. До сих пор есть перевес, это плохо. Ещё булаву скинь. Что ещё? Господи, где я столько подобрал баклерского говна, обычного стального? Ну только не знаю, лошадей по жопе бить. Потому что она вообще рыбать не умеет. Какие-то лютые мечи тут тоже. Ладно, так, стоп. Перевес ушёл, нормально. Сейчас в плане ремонта надо заняться. Я что-то вдруг подумал о том, что всё может быть очень плохо. Поэтому она сейчас экстренно отремонтировалась тем, что у нас есть. Ремонт мастера, не мастера, ла мастера. Так, снизу ещё какие-то есть у нас вот такие хищки. Отлично, мы подремонтировались. Всё зашибись. Я готов. ХП у меня очень много. Я заряжен. На максимум того, что я могу вообще зарядить. Так, краска для нас. Кстати, краска очень дорогая вещь в этой игре. Вот сейчас только допёр до этого. На краске можно прям подниматься. Так. А, это с предписания к этому шмоту, который мы подняли. Ну, шмот реально жуткий. Правда, блин, он вампиризм такой у него. Вот в Каменных Сердцах был вампиризм у одной лопаты. Да, ребят, не смейтесь, там была лопата такая, которая хиляла после каждого удара. А здесь немножко специфический отхил, то есть после убийства монстров. То есть в битве против боссов он не поможет, но для того, чтобы фармить волков, мне кажется, очень даже действенная штука. Потому что после каждой смерти волка вам будет хиляться ХПшка, а это круто. На самом-то деле, очень хороший меч. Так, спускаемся. Тихо, я уже паду. Я пока здесь пытаюсь всё поджечь, потому что... Чё-то мне как-то страшно, вот как бы свет немножко получше. Эти глифы, высеченные в скале, где-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы... Вы бы сказали племён, которые разошлись по миру после... Ёб твою жора. Редки начертали здесь, чтобы... Написаны кровью. Ну нормально, нормально. Сейчас бы глифы найти, которые написаны кровью человеческой. Вижу, вы собрали тут особую библиотеку. Сапоги из Тесха Мутна, маска из Тесха Мутна. Ну-ка. Тихо-тихо. Блин, здесь крутой легендарный шмот. На самом деле. Сопротивление горения чудовищным ударом. Они все чёткие, они лучше моей брони. И их тоже можно собрать в общей... То есть... Нет, броня поставьте немножко похуже. Цены просто запредельные. 3367 рублей стоит это... Рублей, флоренсов. Какие-то лютые шмотки, блин. Я, наверное, пока что ставлю. Они просто на вид очень красивые. Чёрное одеяние. Ну-ка, одень, пожалуйста, её. Блёха-муха, она охеренная, ребят. Она просто охеренная. Но у меня нет слов. Просто моя медвежья, как бы, куртка. Но она такая похожа на виндизеля из фильма 3x. Вот эти вот штучки элегант. Просто элегантнейшие. Просто... Мау. Просто... Слушайте, может и ходить. Типа, тогда у нас будет, типа, бонус за... Так, а мечик мы можем? Стоп, а где... Где ещё ещё у нас осталось? Подождите. Перчатки. А где... Стоп, а где... А где перчатки? Стоп, а где перчатки из... Я чё, выкинул их, что ли? Так, стоп. Подожди, братан. Подожди. Я сейчас вернусь наверх. На секундочку. Я где-то прострел перчатки. Подожди. Я хочу одеться в этот шмот. Он охеренный. Он на вид просто... Я не знаю. Он настолько вкусный. Меня прям распирает от этого шмота. Так, стоп. Я чё, выкинул перчи, что ли? Чёрненькие? Нет. Какого чёрта? Где перчатки? Стоп, ещё, кстати, маска осталась. Ребят, маска, 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 маска. Где масочка, масочка, маска, маска. Вот. Одень. Ёпта мать. Я просто охеренный. Я охеренный, ребят. О-о-о. Вот это вот прям всё. Это до конца игры шмот. Это до свидания. Это всё смотрится просто офигенски. Это всё надо прокачать, вточить. И будет всё суперское. Оно немножко поломанное. Базар нет. Она здесь валяется уже просто 2000 лет. И с этим не поспоришь. Но это всё смотрится настолько... Блин. Вот я вроде человек, который в жизни одевается... Одеваться любит, скажем так, не по красоте, а по удобству. Но в Ведьмаке... Что это за племя? Харасхам. Это моё племя. Моё и Дэтлафа. Мы остались здесь. Но вот, блин, в Ведьмаке, не знаю, как-то вот от эстетики шмота меня прям распирает. То есть некоторые шмотки прям охеренно... Ёпт. Так, в жопу демонов прошлого. Я вижу сумнучок. Тихо, тихо, братан. Я не уйду отсюда, пока я не найду перчатки. Нет, но перчатки с изумрудом это хорошо. Деньги тоже хорошо. Я хочу перчатки для полного шмота. Где перчи? Таки на руки одеваются. Записка беседы с низшим существом. Ну-ка. Стенограмма беседы мастера Зинхеля Хильдеграда с человеческим существом. Кто ты? Меня зовут Алекс Бисконт. Почему твоя кожа вся дрожит? Я боюсь, господин. Боишься? Не понимаю. Ты не знаешь, что такое страх, господин? Нет, я освоил ваш язык, но некоторые понятия мне чужды. Что такое страх? Это такое чувство, которое уничтожает все другие чувства. Оно подчиняет голову и сердце. Что ты говоришь? Я всегда думал, что это чувство боли. В моей лаборатории я проводил опыты на людях и выяснил, что мать, подвернутая определенным воздействием, в состоянии забыть даже о собственном ребенке, думая только о том, что боль прошла. Разве страх похож на боль? Какая-то мать была неправильна, скорее всего. Нет, боль управляет телом, а страх рождается в сердце. А, вот как, это очень интересно. То, что ты говоришь. Думаю, мне надо бы исследовать лабораторию твоего сердца. Как это исследовать? Обыкновенно вынуть его и подвернуть всесторонним исследованию. Но ведь, господин, я тогда умру. Да, ваша смертность представляет для меня большое неудобство, но ведь это не создало ваш вид. Не я ответил за него чеченную хрупкость. Беседа проходила на людском языке и записана на нем уже. Стенограмму необходимо перевести. Веселый разговор, сука, получился. В этой игре просто унижают людей из-за их смертности. Записки пленника, ну-ка. Я нашел каучок пергамента, который выпал из кармана одного монстра. У меня в кармане остался кусочек угля. Я написал бы это собственной кровью, но чувствую, что ее уже почти не осталось. Мне холодно. Каждый третий день мне приходится срывать мне вены, потом я не могу шевельнуться. Долго я так не удержусь. В соседних кредах слышен вой перепуганных людей. Если бы у меня были сил, я разбил бы себе башку и решетку. Я надеюсь, что долго этого не продлится. Алоэ соседней клетки умер вчера. Его выпили. Наверное, их это разозлило, потому что я слышал, как они ссорятся на своем странном харкающем языке. Сегодня с утра привезли новых. Можно сказать, пришла поставка свежей крови. Новички еще не знают, что их здесь ждет. Единственное утешение для меня в том, что я это уже знаю. Что никогда больше я не переживу этого ужаса, который испытал в первый раз, когда за мной пришли. Я не знал, что именно нужно, пока они не вынули эти блестящие инструменты. Никогда не видел такого прекрасного металла. Моя кровь отражалась в этих инструментах. Так, стоп. Не могу попасть по ползунку, ребят. Я хочу листануть вниз. Вот. Моя кровь отражалась в этих инструментах, как в зеркале, и окрашивалась серебро пурпуром. Пляха-муха. Здесь же вроде бы усыпальница этих вампиров. Типа должны их тут убивать. А тут что-то казни над людьми вели. Где этот, перчатки? Вот. Спасибо. Я ожидал их. Так, перчатки. Где перчатки? Все. 6 из 6. У нас там нереально крутой бонус. Убийство противников остальное здоровье и очки жизни равны 1% от максимального здоровья. Так. Каждый элемент в комплекте выше, чем он составляет 6%. Классно. Классно. Еп. Я в вампирском шмоте. Слушайте, может что-то вставить в меч, чтобы он светился? Это стальной меч или обычный? Ах ты собака, это стальной меч. Против чудовища не проконяет. Ну ладно. Так, может это, можешь помедитировать по-быстрому? Я что-то так это подумал, что сейчас у меня кончится посреди боя... Это кошка и все будет, короче, не очень. Так, мы прибыли, да? Вот он главный зал. Давай, залазь. Ни хера не видно, просто, сука, темно, как в жопе. Так, ну клетка какая-то видна. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости. А люди умирали от материи крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить. Повернуть время вспять, но... Это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Блин, я крутой просто. Посмотрите на меня. Надо бы, короче, сменить еще прическу себе, ребят. Набить татуху. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели. Тогда запах разнесется повсюду. Так, окей. Стоп. Это выпей до кошку. Я понял. Залезай в клетку. Сейчас приманим чудовища. Базара нет. Так, вылили. У меня волосы встают дыбом. Как подумаю, откуда здесь эти туннели? Это естественный ход событий. А что, есть какие-то... А, туннели! Погодите, туннели! Так, стоп. А что здесь не так? Что-то я не пойму. Погоди. Ой, я что-то сломал. А, что-что я сделал? Подождите, что я... А, вот, все-все, вижу-вижу. Туннели, туннели! Ёб твою мать! Лучше б я не врубал эту херобасину! Какой ник... Бля, какой я охуенный просто! Надо бы потом, ребят, после видоса передернуть, потому что, ну, я просто... О, боже! Блин, оно... Оно просто сидит на мне, посмотрите! Я не знаю, эти вампирские, не знаю, швейные... Они просто лучшие! Не знаю, Джорджи Армани, походу, был вампиром. Или кто-то нас встречает за красивые шмотки, ребят, я просто не шарю в мире моды. Простите, пожалуйста. Ну, это просто охеренно сделано. Это сделано охеренно. Я бы... Я бы стал вампиром, чтобы... Ради такого шмота, чтобы их охранять. Просто, ну... Все, давай, залазь в клетку, братан, залазь! Блин, я правда в ней не уверен вообще ни капельки. Ну, что это за... Какая-то конструкция странная. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, Эгиза лес. В случае, если тебе станет совсем не в моготу. Ах ты, бляха-муха, паршит. Не знаю, лучше подругу тебя. Ты не сможешь... Ох, ебать, братан, у нас форс-мажор, дружище. Мы не харю сломали. Ох, ты ж... Еее... Тихо, 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 дружище, тихо. Что он там почувствовал? Я вот чувствую, как меня... Немножко лицо ломают. Здравствуйте. Ох ты ж, Жора! Спаси, сохрани, пожалуйста, Жора. Святой Жора-обитель. Это все, это, это труба, ребят. Это... Что это такое? Какой-то фельдер. Кто ты? Мне очень плохо, ребят. Мне... Так, жри, жри, что-нибудь жри, короче. Протом, сейчас будет Квен, короче, будет нормально все. Какая-то огром... Ёб твою мать. Так, ребят, ну, давайте дубль-2 пробуем сейчас. Жопа на самом деле. На самом деле жопа. Это просто... Ну, вы сами видели, этот гребаный, наверное, слушайте на смерть. Зачем на нем играть? Я не понимаю, но мне прикольно на нем играть. Типа потеешь. Ох ты ж, ёп твою ж... Это эти паршивцы, которые, знаете, после смерти делают... А потом взрываются. Гуль, не хиляйся, пожалуйста. Регис, почему? Не знаю, как Регис, сейчас придет тварь, которая будет очень огромная по размерам. Так, ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где тут? О, успел Квен, Квен, жо... Ёп твою мать. Ты чё? Хорошо. Во, 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 вот он прибыл. Братан, уйди, пожалуйста. Я не знаю, кто ты. Что за существо? Ну ты, блядь, ты слишком большой. Это не твоя война, дружище. Здесь маленькие ребята воюют, видишь? Ох, ебать, она рванула. Ни, на нихера. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, пожалуйста. Надо его как-то убить, ребят, я не знаю как. Ох, еб твою нахер. Он еще прыгает как Халк. У нас проблема, у нас прям проблема. Так, стоп, 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 стоп. Блядь, блядь, блядь. Ну почему всё так плохо-то? Слава богу, они что-то тупят, бегают там по кругу. Я даже достать-то не могу, но я... Так, тихо. Вот этот падлан до рубить. Давай, давай. Ни хрена себе. Тихо. О, там Детлов что-то начал, ребят. Я успел завязать мясы. Жрём, жрём яды. Так, отлично, эту падаль мы убили. Ну, а статья Флэдер. Так, братан. О, я говорю, я в эту клетку не верю, ребят. Он эту клетку просто ломает. Так, у нас идет отхил жуткий. Отхил, отхилен, отхил от нашего шмота. Когда мы убиваем этих тварей, но никогда умираем. Бляха, муха. Тихо. Тихо, тихо. Нам надо убивать, а не умирать. Ох, ты ж... Ну, пожалуйста, кто-нибудь умрите, мне надо похиляться. Ну, ёпт, твою мать. Есть отхильчик. Бля, как же... Это супер шмот, в самом деле. Во время фарма это супер шмот. Тихо, тихо, взрывайся. Эта тварь большая, ну ёпт. Что это такое? Он еще телепортуется? Так, гулит, она сразу дефолт убивает, чтобы похиляться. Так, а, это каткан. Это большой туманик, о котором я говорил. Фу. Ну почему всякие, все мы нелюбимые твари в одном месте? Ну что за жопа? Держись, я тебя сейчас отпущу. Твою мать. Твою мать. Он точно выдержит? Эмммм. Нихрена себе. Ёпт, твою мать. Эммм. Не открывай, не открывай, не открывай. Так, так, кровь, кровь, кровь пошла. Спокойно, спокойно. Клеточка, клеточка, тихо, родная. Родная, держись. Клеточка, тихо, 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 тихо. Я тебя см... Как говорил, Барбон, я вернусь, я тебя покрашу, смажу. Через пару часов кровь засохнет, и завтра уйдет. Ох, твою мать. Пару часов, это прям, это прям цифра. Он кролик. Он, сука, гребаный Бакс Бани. Пойдем-ка отсюда. Что с микстурой? Жесть, ребят, жесть. Я все приготовлю. Ты только скажи, что делать. Кладбище Мерлашес. Немножечко позже. Совсем капельку. Пустого, как мы повеселились по жути. Дай мне еще немного времени, и я приду в себя. Как же ему хер робот, а? Я закончил свою микстуру, да, твою микстуру. Не буду я об этом разговаривать, потому что это... Ну, не очень хорошее вспоминание для этого парня. Кто не перепутал, пропорции верные, время приготовления тоже? Это важно делать. Налейшая ошибка даже Ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну, хорошо. В таком случае, начнем. Спасибо. 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 Нам плохо. Вкратце. Из-за маски мы не видим наши боли, но нам плохо... О-о-о-о-о. Так, воспоминания пошли, отлично. Так, я так понимаю, это Дедлов. Какой-то парень. Так, все примеряются. Так, его не пустили. Простите, его толкнули. Я только на минуточку... очередь но милостивый граф у меня заседание сейчас тихо 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 вы были первым пожалуйста присядьте этот господин был первым шевелись а то пожалеешь это знакомый вашего сиятельства так тут ему помогли наоборот он стал как бы ну плюс как бы получается люди сработали на плюс свой то есть они сделали хорошо одесса 1 сработал плохо но другой помог получается покажет ни храни ясно ему сойти и уступить место он стоял как дурак ты бы его только видела дали мы ему прикурить пока что не ясно не ясно ничего с чего злоба такая так этот домик купить эту мельницу забавно логика смысл где что непонятно пожалуйста помогите ничьи так развалина мельница к чему кто этот парень имена не какие-то фигурируют фамилии не интересно какой-то год понимаете это как бы возможно вообще было тогда когда мама и папа геральта не думали о том а вообще бабушка и дедушка и мамы и папы геральт не думает о том что геральт будет извини ёб твою а зачем брат так вложил мешочек с деньгами выбросил света вниз я пока не совсем понимаю кто это был отрубил сам себе руку а это начало всей этой истории на винодельне что-то я не пойму а в чем его смысл этот парень наоборот помог ему он того прогнал бля дед лоб вот вот зелфа ты проснулся ты брыкался как зверь пойманный в силу и да конец не конец мне было слишком приятно это понятно так стоп я видел что-то вообще похоже декла с ним сдружился и все таки зачем пол в ярость в раскаянии он отрезал себе руку я видел момент что тебя в этом не было ничего особенного обычно видимо у дед лафа этот эпизод вызвал именно такие эмоции блин я не понимаю логики зачем он убил его боже будка чистильщика будка кажется где-то в портовой части города может стоит поговорить других зацепок понятно что прям туда для разговора я просто что-то ребят я реально в шоке на самом деле потому что дед лаф вроде бы логически а сильный устойчивый парень и я вообще пока не понимаю где развязка завязка логика то есть зачем он бил то парня я я сначала думаю что он убил того второго застранца который в лес вне очереди но оказалось нет он завалил именно парня который ему помог то есть стал его другом и убил его и бляха муха вообще ничего не ясно всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем удачки и пока пока пока